Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня мы идем в очень интересный магазин Галя Балувана. Домашний напив фабрикаты. Об этом магазине много раз слышала. Люди очень хорошо отзываются. Здесь вкуснейшие штучки продаются. Вкуснейшая еда. Давайте мы зайдем, посмотрим, узнаем, что можно здесь купить. Как работает магазин. Смотрите, работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера, а в субботу и в воскресный день с 9 утра до 8 вечера. Кстати, сюда нужны сотрудники. Если вы без работы, можете обратиться, вам помогут. Так, ну что, заходим. Здесь большие холодильники, много товара. Давайте посмотрим цены вначале, да, а потом уже рассмотрим, что можно здесь купить. Давайте рассмотрим цены. Все комментировать не буду, потому что очень долго. Если кого-то интересует, ставите видео на паузу и рассматривайте. Итак, пельмени. Пельмени с разной начинкой. Три мяса. Козацкие. Малятку. Индечи. Лосось. Ташпинат. И так далее. Куриные. Свинина. Очень большой выбор начинок. Кто что любит. Так, дальше. Вареники с картошкой. Картошка с маслом. Картошка с грибами. Цены вам хорошо видны. Мясо. Телятина. Ливерь. И так далее. Очень много вареников. Настоящее украинское блюдо. Наши украинские вареники. Извышные. Из черныцую. Из полуныцую. Что хочет. Кто любит голубцы. Можно дома не заморачиваться. Пришли. Купили. Разморозили. Протушили с томатами. Готовые голубцы. Со свининой есть. С телятиной. И говядиной. С грибами. Кто что любит. Химкали. Тоже начинка разная. С бараниной, телятиной и свининой. Дальше. Тевтельки. Фрикадельки. Цены вам видны. Индюшиные. Куриные. Тевтельки. Котлеты. Опять же. Кто не хочет дома долго заморачиваться. Все можно купить здесь. Судя по тому, что цены довольно высокие. То есть котлеты сделаны из мяса. Потому что то, что дешевое, то сделано не из мяса. Поэтому пускай вас цены не смущают. Это натуральный товар. Понимаете сами. Колбаска домашняя. Тоже есть из телятины и курицы. Колбаски гриль. Цена нормальная для мяса. Паштеты. Смотрите. Паштеты есть по домашнему. Деликатесные. С родзинками. И немножко отсвечивает. Сейчас не вижу с чем еще. Если к вам вдруг нагрянули гости. И нужно срочно приготовить какой-то вкусный деликатес. Опять же. Не заморачивайтесь. Приходите сюда и покупайте. Фаршированную скумбрию. Фарширование курячей бедра. Перец фаршированный с мясом. Позгрибами. Вот. Купили. Приготовили. И хорошая хозяйка. Бендерик с сыром, с куркую, то с сыром. Чеддер с мьясом. Чебуреки. Вот. Ну, кто любит таких полно. Вот опять же. Можно купить и приготовить дома свежий чебурек. Зразы. Тоже вкусная вещь. Обожаю зразы. Вот. Можно купить с ливером, с грибами, с капустой. Дальше. Для ленивых хозяек. Можно купить готовый борщ. Суп овощной, овощевый с индичкой. Суп с фрикадельками. Суп там-ям. Богорач. Вот видите. Купили. Разогрели в микроволновочке. Съели и высыты. Сырнички. Каждый украинец обожает сырники. Это вкуснейшая еда. Вот. Есть сырники классичные. С шоколадными дропсами. Не знаю, что это. Сейчас узнаю. Родзинка, бринза, вишня, сырный палочек. Такого дома вряд ли приготовишь. Крученики. Зі свинины с грибами. Нагетцы. Курячі рибни. Відбивна цезаршинкою та сиром. Жульен. Лазанья. В общем, видите. Тут все, что хочешь. Ну и блинчики. Ну это классика жанра, конечно. Блинчиков, видите, очень много. Очень-очень много блинчиков с мясом, с ливером. С курицей, грибами. Лосось. Сладкие сырчики. Сладкие блинчики с сыром полуныцей. Черницей, вышною. Огромнейший выбор блинчика. Так, сейчас досмотрим до конца цены. Потом будем смотреть товар. Смотрите. Можно купить еще пиццу замороженную. Тоже большой выбор пиццы. Цена 106 гривен. 123, 102 и так далее. Вот даже есть 96 гривен. Ну а теперь давайте уже смотреть товар. Так, смотрим. Это чебуреки. Сколько тут штук? Сейчас не вижу упаковочки. Ну не один чебурек. Наверное, штук 4 похоже. Дальше. Это лаваш с куркута, грибами, терияки с сыром. Лаваш. Так. Это у нас бендерики. Кстати, ни разу их не ела. Даже интересно. Ну как блинчики, наверное, с чем-то они. Ой, пицца. Это пицца. Видите, все в холодильнике. Все замороженное. Все чистое. И стекло очень чистое. И упаковочки. Никакого запаха нет. Ну пошли по пельменям. Какие красивые пельмешки. Какие симпатичные. А это с какао что ли пельмени. Непонятно. Сладкие, наверное. Там укропчик видно в пельмешках. Малятку. Такие цветные для детей, наверное, будет интересно разбирать. Детям ковыряться в ценных пельменях. Так, если вы покупали что-то, подскажите, что вкуснее всего. Потому что я знаю, что многие покупают, именно Галя Баловна покупают здесь и вареники, и пельмени. Если пробовали, поделитесь опытом своим, что вам нравится. Вот, пускай другие знают. Так, это у нас хинкали. Но хинкали я ела только в ресторане. Дома не готовила, не покупала. Вот, вареники очень красиво выглядят. Но я их леплю дома сама. Хотя хочется, иногда купить готовые и не заморачиваться. Так, это вареники шоколадные с сыром. Наш так придумает, ну, шоколадные вареники. Это все с разной начиночкой. Начинку я вам уже показывала, читала. В общем, все, что ваша душа пожелает. Приходите и покупайте здесь. Идемте к следующим холодильникам. Хочу сказать, что здесь тепло, а на улице холодно. Очень приятная атмосфера. Еще так все аппетитно выглядит. Так, это у нас блинчики. У блинчика очень приятный желтоватый оттенок. Значит, там есть яйца. Вот тоже красивые. С сыром, с крем-сыром. Вот какие красивые. Кукурудзя не с куркою. Это ема мука кукурудзяна. Да, мука, наверное, там с кукурудзяна. Лосось с сыром. Млынцы с шинкою та гладьским сыром. Вот опять шоколадные млынцы. А вот такие красивые полосочки. Такую вот деткам можно покупать. Бджилка. Млынцы бджилка для деток. А вот такие длинные. С чем они? С маком та вышною. Вот они с маком та вышною. Такие длинные и красивые. С сыром та полуныцей. Классика жанра сырники. Одинаковые формы. Не так как дома лепишь. Что больше, то меньше, то больше, что не вышло. Так, это у нас картопляни с разы. С капустой. Видите, все аккуратно, все красиво. Купили, приготовили. И все, у вас есть или ужин, или завтрак. Вообще-то очень удобно иметь дома заготовки в морозильнике. Так, смотрим суп. Солянка. Сюда нужно добавить кипяток. Вот, и разогреть. Вот, жульен с куркую. И есть суп том-ям, который нужно просто разогреть. Ни разу не ела, но много раз в нем слышала. Вот, это, смотрите, еще здесь замороженные овощи. Это у нас фрикаделечки. Вот так вот выглядят. Если вы ели что-то, обязательно в комментариях расскажите. Это будет всем интересно. Колбаски гриль. Это перчик фаршированный. Какой красивый большой перец. Так, киш, с куркую, тавы, чамы. Вот так. Это что? Это куриные бедра. Они со специями. Люля, кебаб, с курки уже готовый. Вот, видите. Лазанья. Три мяса. Ой, опять тефтельки. Там или фрикадельки. Маленькие, это тефтельки. Вот. Это бургерная котлета, наверное, говорим попроще. Котлета, колбаски, гриль. Вот еще котлета бургерная. И вот котлетки. Видите, какие они классные. Вот, опять же, говорила, довольно дорого, но это означает то, что они из мяса. Потому что, если не из мяса, они бы столько не стоили. Котлеты свиньи. Очень красивые котлетки. Индечо-котлетка. Так, что это? Котлета куряча в беконе. Ой, как интересно придумано все. Что-то еще тут написано. Курячи-наггетсы. Палочки-сырни. Дальше. Голубцы. Так, все, я сейчас умру от голода. Голубцы с индечкой. Голубцы с мьясом. Голубцы с мьясом тоже. Вот такой товар. Смотрите, еще можно купить сметану. Президент, это самая лучшая сметана. Подсказываю, кто не знает, реально вкусная сметана. Сливочное масло. 100 грамм 48 гривен. Ну и на закусочку квашеная капуста. Конечно, котлетка, капусточка. Как это вкусно. Раскрою секрет. Здесь еще можно купить мороженое натуральное собственного производства. Сейчас покажу. Так, смотрите. Опять же, холодильник. Вот такое мороженое продается только здесь. Во-первых, такие фирменные стаканчики, да, с крышечкой. Похоже, стаканчик картонный. Вот. И, допустим, мороженое. Сорбет. Апероль. Я такого даже не знаю, честно говоря. Ореховое. Так, немножко увеличу вам показать. Мороженое. Морозовая мокка. Дальше. Пулуничный сорбет. Так, вот что там орешки, вишенка. С зеленым чаем, табергамотом. Мороженое. Обалдеть. Первый раз такое слышу. Ну, фисташка, это знакомые. Шварцвальска, вышня. Ничего себе. Не, ну, мороженое с чаем, это, конечно, это что-то общиновенькое. И давайте покажу цены на мороженое. Манго, сорбет без сукру. 49,50. А, они еще, видите, без сахара есть мороженое. Вот как хорошо. Гриб в рот, опироль, сорбет. Ну, я медленно буду поднимать вверх камеру. А вы смотрите на цены. Вот, сколько это все стоит. Авторские, с горгонзолою. Ну, это вообще. Короче, сюда нужно идти с большими деньгами. И покупать вкусную, качественную еду. Хорошая еда стоит дорого. Хотя мороженое, в принципе, это очень дешево. Это вообще для мороженого не цена. Нормально, абсолютно. Вот. Ну, как это все аппетитно и красиво. И самое главное, оригинально. Все, друзья. Вот такой у нас есть магазин в Харькове. Называется Галя Балована. Таких магазинов в Харькове полно. Я снимала видео на Гагарина 68. Вот. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Вы можете прийти в этот магазин, купить ту, что вам понравилось. И я думаю, что вы будете довольны. Все. Будем прощаться. До скорых встреч. До свидания. Напоминаю, что Харьков – это Украина. Украина. Украина.